И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся и мы продолжаем озвучку фанфика Кураж. На очереди у нас глава четвертая, которая называется «Последний первый поцелуй». Также хочу напомнить, что если вы не можете дождаться озвучки, вы можете смело пройти по ссылке в описании под видео, чтобы прочитать, что же там дальше, не дожидаясь озвучки. Об остальных моментах мы поговорим с вами в конце этой главы, а прямо сейчас поехали. Пролог. Я даже подарю тебе поцелуй. Питер не знал, что это такое. Он протянул руку ладошкой вверх. Ты знаешь, что такое поцелуй? Когда подаришь, узнаю. Тихен в какой-то момент перестает искать встречи с Чингуком. Он умудряется даже здороваться с ним без оскала, если вдруг встречает на своем пути. А встречает он его редко. За последние три дня они виделись от силы два раза. Чингук только смотрит как-то странно, как будто он чем-то недоволен. Словно пытается что-то понять или разглядеть. И Тихен уверен, что все дело в его тренировках, которым он стал уделять чуть меньше времени, потому что открыл для себя Кристину. Подругу Жизель. Пластичную, элегантную, скромную, добрую, с невероятно длинными волосами, которые она всегда собирает в пучок или хвост, и огромными черными глазами. У Кристины родители немцы, мигрировавшие в Германию из Украины. Чингук нашел ее все в том же баре, у того же пилона, разве что в Берлине, и не в одной из провинций Парижа. У них Жизель вообще много общего. Только вот Кристина свободна от отношений, не шутит глупые шутки, не вводит Тихена в заблуждение и пытается скрыть улыбку и смущение всякий раз, когда Тихен первым улыбается ей при встрече. Он вообще ни разу не специалист в отношениях, мало чего знает о романтических жестах, но Чимин сказал, что девушки любят, когда ты интересуешься их жизнью. Ну, догадаться было несложно. Тихен не девушка, но тоже это очень любит и с удовольствием бы поболтала в своей карьере гимнаста, если бы его спросили. Но Кристина не спрашивает. Она уже и так все о нем знает. Она только кусает губы, когда Тихен приносит ей кофе, когда из вежливости улыбается или благодарит ее за помощь. Кристина хорошенькая, как сказал Чимин. И Тихен верит ему, потому что сам не может определить, что именно его в ней привлекает. С ней можно поговорить, пообедать, обсудить что угодно. Она может поддержать абсолютно любую тему. Кристина была бы самым замечательным другом, который только мог быть у Тихена. Порой она даже интереснее, чем Чимин. Но в то же время кажется, что такими темпами Тихен сойдет с ума, потому что любит поговорить, но Кристина никогда не затыкается. В какой-то момент начинает бегать за ним хвостиком, влезать во все разговоры, присутствовать на каждой тренировке, иногда даже проносит обед. Втюрилась, констатирует Чимин, когда Тихен хмуро смотрит на свой салат с курицей, который Кристина приготовила сама. Вот так просто? Я даже ничего не сделал. Как можно было влюбиться в кого-то настолько быстро? И недели не прошло. Они просто общаются. Но Кристина и правда сходит по нему с ума. Ты милый с ней, покупающий горячий шоколад. С упреком, говорит Чимин, потому что ему с тех пор не досталось ни одного стаканчика. Слушаешь ее болтовню, ладишь с ее подружками. К тому же ты, считай, из элит? А они все девочки с улиц. Конечно, она запала на тебя. Тихен не признается, только мысленно продолжает прокручивать фазу. Она меня уже достала. Не уверен, что стоит ее озвучивать. Прошло ведь совсем мало времени. А Тихен просто не привыкший к отношениям. Надо немного потерпеть, станет легче. Проще. Да и ему нужны эмоции, он ведь их хотел. Только одна мысль о поцелуе и всем остальном подогревает его интерес. Правда, он не уверен, что Кристина оценит его неопытность, но Чимин, который знает уже слишком много, всегда может успокоить. Хочешь, я тебя научу? Гаденько улыбается он, и Тихен с психом отодвигает от себя контейнер с едой под чужой заливистый смех. Это не смешно, Чимин, ворчит он, убиваясь все больше по своей личной проблеме, а не по этим гейским шуткам. От Чимина они поступают с завидной чистотой, так что Тихен, считай, привык. Да забей ты, Пак забирает его еду и без зазрения совести жует салат. А че добро пропадать? Такие девчонки, как она, любят таких неопытных мальчиков, как ты. К тому же она реально запала на тебя. Представь, как она будет гордиться тем, что стала твоей первой. Такие, как она, непонимающе смотрит на него Тихен, а Чимин перестает жевать. Какие такие? Опытные, говорит тот, но тут же хмурится. Нет, подожди, звучит так, как будто она местная. Чимин никогда не стеснялся в выражениях. Но я реально не могу подобрать другой синомен. Подожди, сейчас загуглю. Она что, уже с кем-то встречалась? Чимин смотрит на него, как идиота, пережевывая кусок курицы. Ну, у нас тут типа не монастырь. С кем? А это реально важно? Тихен в ответ только хмурится, и Пак вздыхает. Ну, я как-то раз застукал ее с Хисоном. Разок с Нам Джуном. Но даже если у них что-то было, то вряд ли отношения. Так, перепихнулись разок и все. Ходили слухи, что Чунгук тоже. Ты сейчас шутишь? Безэмоционально спрашивает Тихен. Ну, у каждого из нас есть прошлое. Без него мы не были бы теми, кто мы есть. Глубокомысленно изрекает Пак, прикладывая ладонь к груди. Очень философски. Но Чунгук серьезно? Что за слухи? Почему только слухи? Хисон вообще гей, морщится Тихен. Как он мог с ней? Много с кем может, усмехается Чимин. А Тихен машет рукой, желая пропустить эту часть и перейти к интересующей его. Я не знаю, откуда пошли слухи про Чунгука, но она никогда ничего не отрицала. А от него вообще не добьешься, правда, пока сам не поймаешь его на горяченьком. Кто-то сказал, что застал их целующимися. Пожимает он плечами. Я не уверен, что это правда, потому что все правоклассные слухи пускают только я. А это так, местная легенда. Почему легенда? Ты не знаешь, но многие цирковые артисты заводят семьи между собой. Встречаются, женятся, детишки, все дела. Чимин размахивает палочками. Это нормально для нас, у нас нет другой жизни. Но Чунгук не заводит отношения с теми, с кем работает. Он завидный жених, тем более главный. Разумеется, к нему пытались залезть трусы. Это происходило на моих глазах. Ты как, не тошнит? Заботливо интересуется Чимин, но Тихен только задумчиво смотрит на него. А дело разве не в том, что у него уже кто-то есть? Ну, если честно, в этом я тоже не особо уверен, но он определенно с кем-то видится. Пак тычет палочками в сторону Тихена. Он и правда местная сплетница. А ты с кем встречаешься? Чимин смеется. Это мое личное дело. Ну, я ведь делюсь с тобой всяким, возмущается Тихен. Он никак не может добиться от него правды. Ты знаешь обо мне вещи и похуже этого. Например, то, что ты девственник, лыбится Пак. Это не так уж плохо, но я благодарен тебе за то и за это, потому что мне всегда есть о чем поговорить с другими. Чимин! Они оба оборачиваются на голос Чунгука, который стоит на пороге комнаты, но Тихен прикрывает лицо ладонью, одними губами нашептывая Паку. Я убью тебя. Можно тебя на минуту? Конечно, мой повелитель, уже бегу. Чимин бросает еду и палочки, на которые задумчиво смотрит Тихен, оставаясь в одиночестве. Большая часть труппы сейчас на арене репетирует. Ему же нравится тренироваться в относительном одиночестве, то есть вечером, когда почти все расходятся. Чимин же, напротив, сказал, что тренирует своих ползучих по утрам, пока все спят, потому что многие боятся его зверушек. Тихену иногда кажется, что тут все просто боятся самого Чимина. Ему дорогу лучше не переходить. Но это все равно мило, что Пак заботится о моральном здоровье других людей и не подкидывает им в кровать змей. Тихен бы вот от такого не удержался. Чимин, к слову, как-то пытался его напугать. Засунул маленького ужа в сумку, которого Тихен не заметил и по случайности принес домой. А потом всю ночь читал в интернете, чем и как его кормить, намереваясь утром вернуть владельцу. Он даже не испугался, сперва просто не понял, но моментально сообразил, что к чему. Потому что его друг Пак Чимин. Он же прислал ему смс в виде смайлика змеи и получил в ответ смайлик-фак и фотку ужа на сковородке. Буквально. Тихен просто пошутил, но телефон тут же начал надрываться от звонка. А потом ему в ухо настойчиво шипели, что если со змеей что-то случится, то Чимин запихает Тихену парочку в анус. Змеи любят тепло и влагу. Тихен морщился, но смеялся. А Пак больше не раскидывался своими хвостатыми. При встрече любовно целовал ужа в голову, причитая о том, какой Ким Тихен плохой. А Тихен не уверен в том, что Чимин так уж не прав. Потому что после новой информации о Кристине желание чуть-чуть перетерпеть ее как-то поубавилось. Да, Тихен иногда сам заводил с ней разговор первым, обворожительно улыбался, свел бедную девочку с ума. Но что же в ней все-таки такого классного, что на нее западают все подряд? Тихен выбрал ее просто потому, что она первая глянула в его сторону. Вот и все. Он решил, что это знак. И Чимин, разумеется, прав. У каждого из нас свое прошлое. Но Тихену не обязательно нравится чье-то. А потому он морщится всякий раз, когда вспоминает про Хессона. И Чунгука. Особенно Чунгука. У него ведь уже кто-то есть. А о нем ходят вот такие слухи. Не самые приятные. Тихену бы это точно не понравилось. А Чунгука ни капли не тер трогают. Раз он не опровергает. Выходит, что-то было? Тот же поцелуй. И Тихен собирается целоваться с ней. С той, которая, возможно, была в каких-то отношениях с двумя наиболее раздражающими его людьми. Чудесно. Тихену и не мог попасться кто-то другой. Это обязательно должна была быть Кристина. Но она хотя бы опытная. А это ведь неплохо. Пользованная, подумал Тихен. Но тот же сморщился и влепил себе мысленную оплеуху. Нельзя так плохо думать о девушках. Мама всегда учила его уважать слабый пол, который, честное слово, сведет его в могилу. Женщины слабые, а они коварные и непредсказуемые. Тихен убедился. Потому что такого от Кристины он совсем не ожидал. И все же он не напоминает ей о прошлом, потому что не дурак. А еще это как минимум не тактично. Продолжает общаться. Только вот стаканчики с горячим шоколадом снова достаются Чимину, который чуть ли не вешается ему на шею от счастья. Просит больше его не бросать, не покидать. И вообще, как он рад, что они снова вместе. Чимин единственный, от кого Тихен привык терпеть подобного рода шутки. Он даже перестал огрызаться и рычать. Просто не дает Паку себя трогать, толкая локтем вбок. И тот стонет от боли, падая на пол навзничь. Но осторожно, ибо горячий шоколад для него важнее спектакля. Тихен так и уходит, оставляя его валяться на полу. Он просто хотел сделать себе чай, посидеть немного в тишине, а потом пойти тренироваться. Однако в коридоре наткнулся на Кристину. Та сияла, ворковала, спрашивала, он ли оставил Чимина умирать. И Тихен добродушно улыбался в ответ. Ничего такого обычное дружелюбие. Он уже не уверен, что готов к отношениям с ней. Кристина милая, у нее мягкие волосы и приятная улыбка. Она нежная, легкая и веселая. Чимин сказал, что сексуальная. Тихен не уверен, что для него это эталон. Все же вкусы у всех разные, и свой идеал сексуальности он как-то не нашел. Честно говоря, даже не встречал. Может быть, всего единожды, но об этом позорит, и Тихен вспоминать не хочет. Ему и не дают. Кристина совершенно внезапно целует его первое, когда они остаются наедине. Смех прерывается. Она не церемонится и обхватывает его руками за шею. Проскальзывает языком в рот, прикрывая глаза. Ресницы трепещут. От нее пахнет ванилью. Она кажется хрупкой, со своим тонкими конечностями. Но хватка очень крепкая. Тихену нравится, как она пахнет. Он даже не против прикосновений. Пытается вникнуть в это крышесносное чувство, о котором обычно говорят все, когда целуют любимого человека. Только вот не получается. Кристина не его любимый человек. Она маленькая, милая, приятная девушка. Но Тихен, наблюдая за ее нахмуренным лицом во время поцелуя, даже пытаясь ответить ей, не чувствует ничего. В какой-то степени ему даже неприятно, потому что это был максимально бесполезный обмен слюнями, от которого он не получил ни капли удовольствия. А вот Кристина задыхается, отстраняясь от него с восхищенной улыбкой. «Ты как будто не умеешь целоваться», — смеется она. Тихен не отталкивает ее сразу, не хочет показаться грубым. Но руки стали и убирает. «Не особо», — безразлично признается он. «Правда? Сказал бы сразу». У нее такая широкая улыбка, что Тихена даже совестно. Но когда та снова тянется к нему за поцелуем, то он осторожно расцепляет ее руки на своей шее и убирает от себя. Кристина выглядит такой потерянной и непонимающей, но лучше Тихен расставит точки над «и» сейчас, чем будет мучиться потом. Все-таки он к такому не готов. Может, отношения вообще не для него? «Извини», — говорит он с легкой улыбкой. «Я просто хотел поладить с тобой, не ожидал всего этого». Наигранно смеется он, пытаясь разрядить обстановку. А Кристина смотрит на него широко распахнутыми глазами. Те умными, те у нее и правда очень красивые. Это, наверное, единственное, что заставляет Тихена хоть что-то чувствовать по отношению к ней. «В смысле? Просто друзья?» Неловко интересуется она, и Тихен кивает. Он совсем не ожидал того, что она запаникует, начнет тараторить. «Боже, извини, прости, пожалуйста, я просто подумала...» «Все нормально», — перебивает он. Ситуация становится крайне неловкой, потому что Кристина покраснела, а Тихена кажется, что он бесчувственный чурбан, потому что ему даже не стыдно. «Забыли, ладно?» — говорит она, нервно улыбаясь. Щеки все еще румяные. «Надеюсь, все правда нормально. Я подумала, что ты стесняешься, поэтому решила сама. Но если мы друзья, то друзья. Правда, я не против, прости еще раз!» Смеется она. «О, Господи!» «Можно просто, Тихен!» Пытается пошутить, но Кристина правда смеется, заметно расслабляясь, когда понимает, что из этого поцелуя никто не собирается делать трагедию. По крайней мере, это не для ее глаз. Однако стоит им распрощаться, Тихен смотрит уходящей девушке вслед и не понимает, что же с ним не так. Он даже не помнит, когда его последний раз хоть кто-то привлекал физически. Да, Тихен тоже дрочит раз в полгода, думая в основном о всякой неинтересной фигне. У спортсменов иногда так бывает, что спорт забирает все силы и энергию, даже сексуальное желание, и Тихену кажется, что он просто стал импотентом. Это очень грустно, потому что, глядя на Кристину, на ее стройные ноги, просто приятную глазу фигуру, его орган не подает признаков жизни. Даже не зашевелился во время поцелуя, гормоны не ударили в голову, ничего не произошло. Но ведь других она возбуждает. Возбуждала Хисона, Намджуна, вероятно, даже Чунгука, и Тихен злится, не понимая, что с ним не так. Это он, дурак, или лыжи не едут? Вдруг Кристина просто не его типаж? Но даже выйдя на арену, наблюдая за тренировками девочек, Тихен не испытывает ни малейшего желания залезть к ним под юбки. Боже, у него даже начинаются рвотные позывы, когда он думает об этом же русле, о Жизель, которая вопросительно склоняет голову на бок, кивая ему, мол, «Че надо?» Она же ему уже как сестра, о таком даже думать мерзко, а остальные просто ничего. В самом деле симпатичные, милые, некоторые даже красивые, но Тихен всю свою жизнь работал с сильными эмоциями. А тут девушки, которые не могут подарить ему таких чувств, какие у него бывают во время тренировок или какие бы во время соревнований. Это адреналин, страсть, страх, сковывающий ужас перед выходом на сцену, а после сосредоточенность, холодная сдержанность, ничего лишнего. А когда ты ждешь результаты, а когда соглашают список победителей, это ни с чем не сравнить. Тихен даже не представляет, как какой-то человек может подарить ему настолько сильные эмоции. Это просто невозможно. От Чимина их и то больше, чем от девушек, потому что часто бесит. Про остальных Тихен вообще молчит. Приходит к выхводу. Кристина не его человек и в отношениях он не заинтересован. И вроде не должен злиться по таким пустякам, а злиться. Потому что ему даже не дано прочувствовать и половину того, что есть у всех людей. Даже у Ченгука, короля фриков, больше эмоций, чем у него. Это разве нормально? Он вообще ни разу не выглядит, как эмоциональный человек, а на девку запал, даже будучи в отношениях. Ченгук не прав, но не Тихену его судить. И ему бы вообще не думать обо всем этом, потому что ну и что? Что он был одним из тех, кто целовал Кристину? Ну и что? Что единственный, кто, видимо, ничего не чувствовал? Ну подумаешь. У Тихена все еще есть работа, цель и желание быть лучшим, даже если Ченгук не будет показываться на глаза ему еще пару лет. Прошло всего полторы недели с их ежедневных тренировок, но Тихен в бешенстве из-за такого безразличия. Ченгук даже не интересуется, как продвигаются тренировки, как дела с номером и всем остальным. Тихен не согласен с такой политикой. Делает предсказуемое для самого себя то, чего давно хотел. Всю ночь, провалявшись без сна, витая в мыслях и переполненный злостью, целенаправленно идет к Чимину. Тот обедает в общей комнате, сидит на одном диване, к сожалению, с Юнги, жует лапшу, а Тихен хлопает дверью, заставляя его вздрогнуть. Садится на диван напротив и на полном серьезе заявляет. «Я хочу, чтобы ты засунул меня в террариум с водой и змеями. Ты можешь это устроить?» Чимин давится лапшой, а Юнги скептически смотрит на него. «Ну все, окончательно поехал!» «Я могу все, что твоей душе угодно, но ты спросил Ченгука?» — хмурится Чимин. «Ему пока не стоит об этом знать». Пак качает головой. «Я не могу пойти на такой риск без его разрешения. Он не пустит тебя на сцену, если не будет знать, с чем ты выступаешь». «Но я ведь не выступаю!» стоит на своем Тихен. «Это репетиция, эксперимент, творческий. Получится отлично, я обещаю рассказать ему. Если нет, то ему и не стоит об этом знать». Чимин задумывается. По лицу уже понятно, что тот почти согласен. «Он слишком охочен до подобного рода выходок». «А зачем тебе, блин, в ящик со змеями?» не понимает Чимин, но Юнги предупреждает. «Если Ченгук спросит, что новенького, предупреждаю, молчать не буду». «Не спросит, он слишком занят другими делами». Саркастично говорит Тихен, но Мин хмурит лоб. Он явно недоволен таким поведением. «Как хорошо, что Тихен чхать хотел на его мнение». «Что он тебе сделал?» «Абсолютно ничего», пожимает плечами. «Тогда какого хрена ты вытворяешь всякую дичь у него под носом? Он у тебя мамку из семьи увел? Или чего? Я молчать не буду». Юнги успокаивает его Чимин. «Это неприлично». «А ни во что не ставить Чунгука, конечно. Прилично, просто обосраться как, да?» щурит Самин. «Как он ко мне?» говорит Тихен. «Так и я к нему. Вот и все». «И когда это он относился к тебе, как к пустому месту?» «Понятия не имею. Я не вижу его. Мы редко встречаемся. Может, проблема в том, что он просто забил на меня?» Тихен наигранно задумывается. «Даже не знаю. Ты подумай об этом на досуге». И смотрит на Чимина. «Если ты не согласишься, я просто попрошу Хисона». «Конечно», хмыкает Юнги. «Он-то тебе уже задницу готов лизать, причем буквально». «Ой, заткнись уже, ради бога», морщится Тихен. «Ты такой душный». «Мне хотя бы хватает смелости подойти к Чунгуку и сказать, что именно меня не устраивает, а не строить из себя обиженную девку». «Спасибо за твое ценное, никому нахрене нужное мнение», любезно улыбается Тихен. «Отдыхай». «Тихен», хмурится Чимин, «прекратите оба. Я помогу тебе, но если Чунгук спросит, то тоже не буду молчать. Не знаю, что между вами происходит и почему ты его так не взлюбил, но он все еще главный здесь. Для тебя тоже». «Я хочу удивить его», как-то слишком злобно, говорит он, и Чимин с Юнги переглядываются. «Показать, что он может потерять, если продолжит игнорировать меня». «А о чем идет речь?» косится на него Пак, Юнги же только задумчиво смотрит куда-то мимо Тихена. Наверное, постигает тайны мироздания. «О моем таланте, разумеется», начинает беситься Тихен. «О чем еще может идти речь? Здесь, к слову о главном, вообще все своевольничают, делают, что хотят. Это нормально, по-твоему?» К Юнги он и не думает обращаться, а тому и плевать. Тихену не нравятся его взгляды, которые он посылает Чимину, а тот как будто сам все понимает. Почему-то нервничает, с любопытством глядя на друга. Было бы неплохо, если бы он хоть иногда появлялся на арене, но, боюсь, его высочество слишком занят для этого. «Я ему передам», кидает Юнги. «Ты трепло, щурится Тихен, у тебя язык как помело». «Ну да, и что?» дерзко звучит в ответ. Чимин пытается не смеяться с этих убийственных лиц и взглядов, направленных друг на друга. Машет руками, объявляет тайм-аут и обещает помочь Тихену с номером, чего бы он там не захотел, и молчать о репетиции, пока Ченгук не спросит сам. Тихена это очень даже устраивает, хотя он был бы не против, если бы Чимин хоть раз соврал ради него. Но, разумеется, ни один из них не пойдет против Ченгука. Тихена сам не пошел бы, если бы не злился настолько. Он просто принципиальный человек. Его главная проблема. Побочная проблема Мин Юнги, которому Тихен оторвет его маленькую голову при первой же встрече, потому что... До меня дошел слух, что я тебя чем-то обидел. Ченгук тем же вечером во время тренировки Тихена на трапеции заявился на арену. О, боги! Сам Чен Ченгук почтил Тихена своим визитом. Завтра, вероятно, случится апокалипсис. Не понимаю, о чем ты, безразлично, говорит Тихен, обматывая трапецию лентой, чтобы было удобнее держаться. Передай Юнги, что он бесполезный и трепло. Хотя, подожди. Он наигранно удивленно смотрит на Ченгука. Я уже сам сказал ему об этом. Тихен снимает все маски с лица, возвращая внимание снаряду. Он сегодня вообще не в духе, да и не только сегодня, последнюю неделю минимум. И надо же, и Ченгук тут же сорвался и бросил все свои дела. Стоило ему узнать, что Тихен опять что-то не устраивает. Какая честь! Юнги полезен. Голос Ченгука звучит спокойно. Он привычно собран, нерасторопен, с Марсом под боком. Он помогает мне улаживать конфликты. А нечего улаживать? Иди по своим делам или чем ты там обычно занимаешься? Ченгук коротко усмехается, с любопытством глядя на Тихена и выдает короткое такое нервирующее. Интересно. Че ему там интересно? Тихен вот вообще не в настроении для решения проблем, которые нужно было уладить одним лишь разговором. Просто он слишком гордый, чтобы признаться в том, что ему стыдно идти к Ченгуку за советом. Он жестом подает знак парню, стоящему на входе, чтобы тот поднимал. Крепко держится за снаряд, но когда начинает подниматься, то его хватают за лодыжку и буквально опускают с небес на землю. «Далеко полетел?» интересуется Ченгук. А Тихен едва успевает сообразить, что произошло. К счастью, приземляется на обе ноги, снаряд уже где-то под куполом. Беспомощно болтается из стороны в сторону, а Ченгук кивает парню головой на выход. «Ты совсем ненормальный!» любезно интересуется Тихен, игнорируя пса, который скачет вокруг него, как сайгак. «Он с чего-то решил, что с ним играют, толкает Тихена носом, настойчиво, и Ченгук даже не пытается хоть как-то проконтролировать свою псину». «А давай кое-что проясним», буднично говорит он, когда они остаются наедине. «Если у тебя есть какие-то вопросы или претензии ко мне, ты говоришь об этом со мной, а не ходишь обиженный. Я должен знать, что за номер ты готовишь, не потому, что я запретил бы тебе, а потому, что я мог бы внести в него что-то свое». «Мне не надо, чтобы ты вносил в мой номер что-то свое». «Хмыкает». «Спасибо». «Вдруг ты передумаешь, когда узнаешь, с чем я иногда выступаю?» Тихен распахивает глаза, удивленно, глядя на Ченгука. «Да этого быть не может». «Выступаешь? У тебя свой номер? Какой? Он тебе же неинтересно». «А тебе обязательно вести себя вот так?» щурится, но Ченгук как будто в самом деле не понимает. «Как?» «Высокомерно, нагло», перечисляет Тихен, «наплевательски». На чужом лице мелькает искреннее удивление. «Наплевательски?» «Ты занят только собой и своими делами». «Ну все, держите Тихена семеро». «Если твоя личная жизнь важнее всех этих людей, которые считают тебя своей семьей, то в чем смысл этого всего?» «Почему бы тебе не оставить это место?» Ченгук фыркает и заливистый смеется. Его голос эхом скатывается под куполом, а Тихена пробирает до костей, потому что он терпеть не может, когда над ним издеваются. Ченгук выглядит спокойным, но что-то недоброе мелькает у него в возгляде, когда смех стихает. «Какой же ты?» «Ну и какой?» с вызовом смотрит на него Тихен. «Обнаглевший? Поумерь свой пыл!» «Я восхищаюсь твоими способностями и многое увидел за эти несколько недель, но ты так уверен в своей правоте, что мое раздражение перекрывает остальные чувства. И все же я смог увидеть даже то, что ты так старательно скрываешь». «Думаешь, я идиот?» ласково улыбается Ченгук. «Такие, как ты, никогда не уйдут из порта добровольно». «Не понимаю, о чем ты?» Тихен пристально наблюдает за ним, от страха дрожь волной проходит по телу, а мужчина склоняет голову на бок. «Как нога? Не болит?» Его голос притворно заботливый. «Ты даже не думал рассказать мне об этом, не так ли?» «А какое тебе дело?» Бормочет. «Ты мой артист!» Ченгук повышает голос, и Марс тут же прижимает уши, ложась на пол там, где стоял. Мужчина выглядит так, как будто ему действительно не наплевать. Взгляд строгий, недобрый. Тихен внезапно чувствует себя ребенком, которого отчитывают, а пять минут назад злился, как черт. «Ты не имеешь права скрывать свои травмы, тем более переломы. Ты хоть знаешь, чем это может обернуться? А если бы я не узнал и заставил тебя встать в поддержку?» «Я и не такое переживал. Поэтому ты здесь, а не там. Но мне не нужны такие жертвы. Не переживай. Я точно делаю это не ради тебя и твоего шапито. Тем более я прошел курс реабилитации. Все нормально. Я не страдаю. Спасибо за заботу и прошу прощения, что заставил ваше величество волноваться». «Волноваться?» выгибает бровь Чунгук. Техен снова прячет взгляд. «Что ж, да, очень глупо с его стороны думать, что волновались за него, а не за свою репутацию мистера безопасности». «Я понял тебя», говорит Техен. «В таком случае я тем более не...» «О, я не волновался, Техен», перебивает Чунгук в голосе сквозит злость. «Я был почти в бешенстве, когда узнал это от твоего тренера». «Тебе настолько плевать на свое будущее?» хмурится он. «На то, что если бы ты продолжил мне врать, то мог бы остаться инвалидом?» «Ты драматизируешь», с натянутой улыбкой, говорит Техен, «но Чунгуку ни разу не весело». «Это называется предосторожность, а не драматизм. Коему из нас двоих склонен только ты». «А ты только за этим пришел? Ткнуть меня лицо в мои же недостатки?» «Ты невероятный в самом ужасном смысле этого слова», качает головой Чунгук. «Абсолютно не понимаешь, что я пытаюсь до тебя донести. Я хочу, чтобы ты поговорил с Юнги». «Я не собираюсь извиняться перед ним». «Ой, твои извинения никому не нужны, ему уж точно. Просто побеседуй с ним в комфортной для вас обоих обстановке». «Не думаю, что он будет рад со мной побеседовать после того, как я с ним разговаривал». «Ты Хен», Чунгук нисходительно смотрит на него. «Юнги давно пережил юношеский максимализм, которым ты до сих пор страдаешь. Ему плевать. Он, вероятно, забыл о вашем разговоре в тот же момент, что бы ты там ему не сказал. «Что ты делаешь?» Техен загибает третий палец и объясняет. «За последние пять минут ты уже трижды ткнул меня мордой в мои недостатки». «Не мордой, а милым личиком. Мне быть с тобой поласковей? Так ты будешь понимать меня?» Мило интересуется Чунгук. «И зачем мне разговаривать с ним?» Техена кидает в жар, он непроизвольно краснеет от сцеда, игнорируя все вопросы. Я объяснял. Он хорош в улаживании конфликтов. «А если он наведет на меня порчу?» «Если бы он мог, то давно бы уже это сделал». «Как мило!» И снова эта наигранная улыбка, как будто Техена совсем не задевает этот разговор. Между ними виснет тишина. На арене не слышно ни звука. Техен снова сегодня остался один, потому что занимался допоздна. Он бы тренировался меньше, если бы знал, к чему ему нужно стремиться. Но, так как Чунгук предпочел ему свои личные дела, иного выбора не осталось. Мужчина зачем-то делает шаг вперед. Марс подрывается следом за ним, а Техен стоит истуканом, уткнувшись взглядом в пол, лишь бы не встречаться с чужим. Он все еще чувствует стыд, даже не понимает, почему продолжает так реагировать на комплименты. Если это были они, они – глупая насмешка. Мне и невыгодно с тобой ссориться, а тебе со мной, спокойно говорит ему Чунгук. Техен чувствует, как Марс тычется мокрым носом ему в ладонь, хочет, чтобы его погладили. Если бы ты был чуть попокладистей, ну или хотя бы не таким острым на язык, мы бы ладили. Он пытается заглянуть Техену в глаза, и тот сам поднимает голову, глядя с вызовом. Если бы ты больше занимался мной и готовил меня к выходу на сцену, то, может быть, я бы так не разочаровывал тебя. А ты не разочаровываешь меня. Я дал тебе свободу. Это ад, хмурится Техен, а Марс все настойчиво лезет к нему, вынуждая зарыться пальцами в его шерсть. Техен впервые в таком признается. Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе в руки дали автомат, сказали разобрать и собрать, а ты всю свою жизнь разбирал и собирал только пистолеты? Ты бы не растерялся? Принцип один и тот же. По тебе не скажешь, что ты растерян. Потому что я зол, а не растерян. На тебя зол. И снова я вздыхает. Как бы я не хотела этого признавать, но ты единственный здесь, кто может дать мне хоть какое-то наставление. Мой тренер? Я не твой тренер. Перебивает Чунгук, качая головой, а Техен снова опускает взгляд и заглядывает в прикрытые глаза пса. Он единственный, кто наслаждается ситуацией, а Техену проще говорить, гладя его. Я понимаю, что тебе тяжело менять привычный распорядок дня. Не понимаешь. Он снова смотрит на Чунгука, а в глазах позорно стоят слезы. Ты хоть когда-нибудь терял смысл своей жизни? Я бы отдал все, чтобы вернуться, но путь на манеж мне закрыт. Ты сам понимаешь, почему. Они всегда говорят, что после лечения и курса реабилитации есть шанс вернуться, но его нет. Никогда не было ни у одного, кто уезжал в соревнования с переломом. Техен чуть ли не шепчет, пытаясь донесить свои чувства. А тех много. В нем столько боли, страха и сомнений, что иногда хочется все бросить, потому что кажется, что больше ему нигде не будет места. Я бы не пришел к тебе, если бы не был в таком отчаянии, потому что я не знаю. Нервно смеется вон, глаза красные. Понятия не имею, что делать со своей жизнью дальше. И если не цирковая арена, то ничего. Ты когда-нибудь чувствовал такое? Да, внезапно признается Чингук. Когда-то передо мной стоял выбор. Либо я умираю достойно, либо недостойно живу. Ты видишь, что я выбрал. Недостойно живешь? Ты? У тебя работа, твоя труппа, твоя семья, даже интрижки на стороне, слава. Что еще тебе нужно? Я не понимаю. Это ты считаешь недостойной жизнью? То, что тобой восхищаются столько людей? Так он не может в это поверить, качает головой. Ты и представить себе не можешь, насколько они доверяют тебе. Я хотел бы хоть на одну треть быть настолько же значенным для кого-то. Чингук задумчиво смотрит на него глаза в глаза. Ты хен уже привык к черно-серому контрасту, даже не боится. Это не так давно перестало казаться странным, когда он понял, что в Чингуке полно других вещей, которые вызывают в нем куда больше эмоций. Вроде злости, раздражения, даже обиды или зависти. Но ты хен ему в этом никогда не признается. Хотя он, кажется, уже. Может, у меня талант влюблять в себя людей? Задумчиво звучит в тишине аренды. Техен непроизвольно отшатывается от мужчины, бегая взглядом по помещению, лишь бы не смотреть и не видеть Чингуки такого человека, как Хесон. Он не может быть таким. У него ведь есть любимая женщина. Ну или просто женщина. Не факт, что любимая. Может, у него и талант влюблять в себя всех, но не обязательно, ведь в том самом смысле. Его действительно здесь ценят и любят. Вряд ли найдется хоть один человек, который пойдет против него. И Техен тоже испытывает уважение к Чингуку, несмотря на всю свою злость. А по поводу значимости, говорит Чон, возвращая прежнее близкое расстояние, заставляя Техена напрячься всем телом. Пускай это будет нашим с тобой секретом. На данный момент ты единственный человек в моей жизни, который может вызвать во мне столько противоречивых чувств одновременно. Иногда я готов даже не постесняться безостановочно хвалить тебя, поражаясь умением. Но в этот же момент я хочу засунуть тебе тряпку в рот, чтобы ты хоть секунду помолчал. Удивительно. Да не то слово! Нервно язвит Техен, но перестает дышать, когда Чингук наклоняется к нему. Чужое теплое дыхание касается щеки, пускает мурашки. «Эмоции, моя страсть», шепчет ему Чингук. «У тебя лучше всех получается владеть моим вниманием. Я не побоюсь сказать тебе спасибо за твою дерзость и не забывай, что я планирую сделать тебя звездой. Был бы ты бесполезен и не нужен, я бы просто отправил тебя домой, ласточка». Его губы едва ощутимы. Нежным поцелуем касаются щеки и Техена всего секунду, а после отстраняется. Чингук коротко свистит, уводя за собой пса, который скулит, оборачиваясь на впавшего ступор Техена. Тот так и стоит, замерев каменным изваянием посреди арены. В одиночестве, тишине, с зажмуренными глазами, в голове белый шум. Техен даже не дышит, а когда приходит в себя, то распахивает глаза, глядя в коридор, за которым давно вскрылся Чингук. Тут же вытирает щеку, трет до красных пятен, пинает снаряд от злости и просто смешанных чувств. Зачем это нужно было делать? Брать и портить весь их относительно адекватный разговор вот так. Техену неприятно, противно, отвратительно, мерзко. У него горит лицо, горит в груди и под кожей, в глазах пламя, ноги непроизвольно уносят домой по тускло освещенным улицам, но никакая ночная прохлада не помогает. Техену в бешенстве, ярости, злости. Он запоздал и понимает, что скорее всего должен был отреагировать хоть как-то, отойти, оттолкнуть, попросить не приближаться к нему с такими намерениями. Однако, стоит ему перешагнуть порог квартиры, остаться наедине с самим собой и случайно увидеть собственное отражение, он не видит ничего, кроме искреннего страха. Ему стыдно, и этот стыд поднимается горячей волной от самых ног, скручивается неприятным комом в животе, разрастраивается в груди до колоссальных размеров, опаляет жаром щеки. Господи, да ему так стыдно не было, даже когда он однажды в зале перепутал женский душ с мужским. Слава Богу, что на арене в этот момент никого не было, иначе Тихен буквально провалился бы сквозь землю и был бы счастлив свалиться в магме. Ощущения одинаковые, один сплошной всепоглощающий жар. Он осознает, что не помнит дороги до дома, не помнит, как забирал вещи, как ураганом несся по улицам. Оказывается, он весь промок, на улице ливень стоит стеной, с волос капает, одежду хоть выжимая, зубы стучат от холода, который Тихен замечает только сейчас. Его пробрало до костей, но не хватало еще заболеть, поэтому мокрая одежда летит в машинку, а Тихен шипит от боли, когда теплая вода обжигает холодную кожу. Он не знает, как долго стоит под душем, уткнувшись лбом в кофельную плитку. Капли бьются о спину, дыхание уже давно пришло в относительную норму. Тихен почти перестал дрожать. Он не понимает, что произошло, зачем оно произошло и по какой причине, но страшнее всего то, что он чувствовал, когда это случилось. Всепоглощающий ужас неверия в возбуждение. Какое, к черту, возбуждение, откуда ему взяться, у Тихена никак не получается посмотреть на ситуацию с другой стороны. Он просто не может перестать прокручивать ее в своей голове. Все еще чувствует фантомные касания губ, морщится, ощущая шепот на коже. Ни родное тепло, ни его. А Чунгука никогда не будет пахнуть так же, как от Кристины. Он пахнет деревом, сандалом и чем-то тяжелым. Это неприятный запах, заполняющий легкие. Его не хочется вдыхать глубже. Из-за него у Тихена одышка. Он кусает губы в попытках не разреветься. Чувствует боль не только физическую, но и душевную. Потому что ему в самом деле страшно. Так, как не было еще никогда в жизни. Возможно, лишь один-единственный раз он чувствовал себя подобным образом. Но это было много лет назад, там же и осталось. Это прошлое. А вот оно настоящее, которое до усрачки его напугало. до шмыганье из-за сдерживаемых слез, до тянущей боли внизу живота из-за бушующих воспоминаний. И Тихен ненавидит себя за все это. Он знал, что если останется среди них, то с ним что-нибудь случится. Знал. Все эти люди, они свободны даже от самих себя. Тихен не такой человек. Он не может, ему нельзя быть ненормальным. У него будущее и мировая слава, если повезет. Хорошие родители, которые верят, что у него все сложится наилучшим образом. Теплая вода внезапно заканчивается. Тихен обжигает холодом, приводит чувства. Он стряхивает себя эмоцией, выжатым лимоном валится в постель. Очень хочется спать, но не может. Мысли роем, жужжат в голове, надоедают, жалят, делают больно, потому что Тихен боится того, что он из себя представляет. Он ненавидит то, что чувствует облегчение и эйфорию из-за всех этих эмоций, потому что боялся, что уже никто и ничто не сможет вызвать в нем такую бурю. Это те самые эмоции, которых Тихен ждал от Кристины, не от мужчины, а от милой девушки, которая пахнет ванилью и высоко смеется. Не от того, кто обещал вознести его, сделать звездой. Не от того, кто честен с ним настолько, что порой у Тихена скрипят зубы от злости, когда он слушает о своих недостатках, о которых и сам знает. И все то он знает, только вот ни разу не стремился это исправить. И сейчас не станет, с чего бы. Он просто надеется, что получил первый и последний поцелуй от мужчины. Пускай вот так, в щеку, и это даже ничего не значит, но эмоции неподдельные, настоящие, бурлят, а после бури, как известно всем, появляется радуга. Тихен зажмуривается, надеясь, что сможет поспать хоть пару часов, а завтра будет новый день, и все это ужасное будет казаться плохим сном. Вероятно, это он и есть, и все эти чувства и эмоции ровным счетом ничего не значат. Они не так страшны, когда ты не придаешь им значения, Тихен уверен. Об этом всем вообще глупо думать с таким размахом, но перестать очень сложно. Как будто это одно из самых значимых событий в жизни, как будто в Тихене что-то надломилось. Разумеется, это не так. Ничего серьезного, это просто была неприятная шутка Чунгука. Но Тихен засыпает только под утро, с надеждой, что проспит без снов, что утром его встретит солнце и никакой дождь не испортит настроение. Однако же постоянно просыпается от ракочущего грома. И утро встречает с невыспавшимся, усталым лицом, потому что ливень так и не прекратился. Небо заволокло серыми, безжизненными тучами. На плечи как будто опустили пару валунов. По окнам стучат крупные капли, стекают по сливу, разбиваяся мокрый асфальт. А в голове одна, лишающая последних сил мысль. У Тихена нет зонта. Это была четвертая глава фанфика «Кураж». Ну, друзья, чего и следовало ожидать, кто еще может вызвать такую бурю эмоций в Тихене, если это не Чунгук. Естественно. И так бывает, когда ты не можешь разобраться в своих чувствах, но ты переживаешь из-за того, что их испытываешь. Тоже происходит прямо сейчас с Тихеном. Ну, завтра узнаем, что будет дальше. Также хочу отметить, что ссылки на мои соцсети, на мой второй канал с озвучками и на мой влоговый канал находятся в описании под видео, под этим видео, да под каждым, под любым моим видео. Также в описании под видео есть ссылка на ресурс Бусти, где я озвучиваю фанфики, которых никогда не будет на Ютубе. И там же есть плейлисты уже с озвученными фанфиками, которые раньше были на Ютубе, но мне их пришлось удалить. Все они находятся там. есть платная подписка, есть бесплатный доступ. Вы можете сами выбрать то, как вам удобно. Ну, а я, конечно же, хочу вас поблагодарить за то, что вы меня поддерживаете, за ваши комментарии, за ваши лайки, за наше прекрасное общение в Телеграм-чатике, где мы с вами уже стали практически семьей. Около 500 человек прямо сейчас находятся в нашем Телеграм-чате, и там так тепло, хорошо и уютно. А еще, если вы хотите принять участие в челлендже Тайны Санта, то тоже можете зайти в наш чатик в Телеграме, и там мы с вами на эту тему пообщаемся. Девочки уже начинают получать первые адреса, для кого они будут Тайными Сантами. Ну, а мы с вами прощаемся ненадолго, совсем скоро встретимся, с вами была Маруся, и пока-пока! Субтитры Субтитры